Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Сегодня с психологом Анастасией Соболевой мы продолжаем разбирать нюансы вечного конфликта поколений и учимся находить общий язык с подростками. Анастасия, здравствуйте! В прошлой программе мы с вами разобрали, что же такое происходит с подростками в этот тинейджерский период, почему это происходит, почему кризис случается. Сегодня давайте немного еще погрузимся в эту тему. Как родителям в этот период сохранить свой авторитет? Ведь в подростковом периоде кто угодно для детей авторитет, но не родители. И, как правило, звучат такие слова. Они меня не понимают, они ничего не знают. Как родителям в этой ситуации быть? Понять и принять, что действительно авторитет родителей, он снижается в глазах ребенка, потому что задача другая — выйти в поле своих, найти свое место в этом мире среди, в первую очередь, сверстников. И здесь я бы, наверное, задалась таким вопросом, что мы вкладываем в понятие авторитет. Потому что, как правило, авторитет всегда — это некая позиция сверху, такая вот власть, контроль, такое управление ситуацией. Я бы здесь, наверное, больше говорила о том, как сохранить уважение, чтобы ребенок продолжал меня уважать и видеть во мне значимую для него фигуру, значимую для него человека. В первую очередь нужно начать проявлять уважение к нему. Потому что, когда ребенок видит, что вы относитесь с уважением к его мнению, да, что оно имеет место быть, и оно может отличаться от мнения родителя, он научится проявлять уважение к вам и видеть разность между вами и принимать ее. Второй момент, наверное, нужно проговорить обязательно про принятие ребенка со всеми его чувствами. То есть не подарок в этом возрасте, поведение бывает действительно отвратное. То есть родитель не должен закрывать на это глаза и делать вид, что ничего не происходит, но ребенок должен понимать, что его продолжают любить. Не несмотря ни на что, а именно и даже с чувствами, даже когда он злится, даже когда он чем-то недоволен, даже когда он протестует, родитель продолжает его любить. Примеры можно сразу? Как это все происходит? Как происходит, да, принять его со всеми вот этими вот нюансами? Это процесс. Нюансами. Длительный процесс, да. Родителям важно выдыхать самостоятельно, да, понимать, сейчас происходит то, чем не может в данный момент управлять подросток. Это важно понимать. Он сейчас не может контролировать зачастую свои эмоции. То есть если пошел вот этот вот взрыв, то есть если вы начнете подключаться к этому взрыву, конфликт будет ярче и сильнее. Если вы сохраните здесь устойчивость, да, когда он там ругается, кричит, топает ногами, хлопает дверьми, если вы начнете врываться в комнату следом и говорить, там, мы не договорили, да, и услышь меня немедленно, это только обострит ситуацию. Здесь нужно выдохнуть, взять паузу, отойти самому. Ну, то есть все, пена утихнет, и тогда продолжить разговор. Ждать, пока он первый придет? Все индивидуально происходит. Вопрос всегда, сколько вы готовы ждать. Вы можете ведь ждать очень долго и не дождаться. Смотреть по ситуации, когда прошла буря эмоций, все успокоились, можно зайти первому на разговор, выбрать момент, сказать, давай обсудим, что произошло между нами, из-за чего сейчас произошел конфликт. Рассказать о своих чувствах, что вам было некомфортно находиться в этом состоянии, что вам было грустно, что это вам жаль, что это произошло, да, что, возможно, вы повысили голос, да, вы там, возможно, где-то не сдержались в выражениях, и вам правда жаль. И вы хотите понять, почему это произошло, и найти пути решения. Давай подумаем, из-за чего, и как мы можем по-другому с тобой общаться, как разговаривать. Там же столкновение границ, что-то было нарушено, где-то столкнулись. Подросток, он же тоже не на ровном месте, это начинает часто делать. Вот, иногда то, что родители воспринимают как должное, ну, это же моя квартира, я могу зайти туда, куда я хочу, я могу прикоснуться, обнять его, когда хочу. А здесь уже личные телесные границы появляются у ребёнка, и здесь, ну, спросить бы правда, а можно, я вот хочу тебя обнять? Можно? Можно. Это укрепит взаимоотношения и поднимет авторитет родителя. Спускаясь с пьедестала Бога, такого вот авторитарного, да, какого-то вот фигуры, которая вот прям на пьедестале чуть ближе к ребёнку, родитель только укрепляет взаимоотношения и доверие. Важно быть взаимно честными. То есть, когда мы требуем от ребёнка, там, ты соврал, там, ты меня обманул и так далее, дети очень улавливают, да, в подростковом возрасте особенно, потому что они тоже ещё те манипуляторы, они очень ловко чувствуют нотку фальша. Здесь быть честными с ними, честно говорить о своих чувствах, проявлять своё недовольство честно. Я сейчас злюсь на тебя, да, я сейчас в бешенстве. То есть, это про честность. Тогда ребёнок будет честно с вами говорить о своих чувствах, честно вам высказывать, что ему не нравится, где точка конфликта. Требовать от ребёнка то, что сами выполняете. Это моментально поднимает авторитет родителя. Когда родитель просит от ребёнка, там, а, убери свой телефон, надоел уже, там, сидишь, пойдём вот общаться. Подросток прекрасно видит, что там родитель сам в телефоне. Очень часто бывает, вот на консультациях, да, подростки говорят, они бы и рады прийти к родителю за контактом, вот за этим, за моментом близости, совместного времяпрепровождения. Родители отмахиваются, мне некогда. Но когда у родителей освобождается время свободное, он быстрее, там, пойдём гулять. Подросток говорит, а мне не надо сейчас. То есть здесь вот не требуйте того, что не делайте сами. Выполняйте честно обещания данные, ну, и признавайте свои ошибки. Потому что, ну, мы уже про это сказали, это важно. И правда, вот на этом и держится авторитет родительский, именно вот такой, не из страха, а из доверия, уважения. Правила актуальны эти на все времена, да? А вот вы сказали, что подростки очень хорошие манипуляторы. А как родителям не попадаться под эти манипуляции? Разве не тут проявляется вот эта вот строгость родителей и авторитарность? Ну, конечно, строгость и авторитарность, но это, наверное, больше про уже, скажем так, саморазвитие, самообогащение, да? Да, понимать, где тут манипуляция, не поддаваться своим тоже эмоциям. Если ты за что-то наказываешь ребенка, будь до конца последовательна в своих действиях. Это же все накопительным эффектом. Откуда появляются манипуляции? От того, что, ну, ребенок уже прощупывает слабые места. Когда, например, родитель не держит слово. Вот он обещал, я тебя сейчас накажу, вот ты из дома не выйдешь. Хоп, ребенок такой думает, так, а если я приду сейчас вот отпрашиваться через 10 минут? Он к родителю. Родители нет. А через 20? Родители нет. А через 30? И родитель такой уже, эмоции, под пену подлегла, да, сошла. Родитель, а, иди. И все, и тут ребенок смекает. Так, так можно. И дальше начинает прощупывать границы. Или, например, временные границы, да, родитель говорит, ты гуляешь до 10. Подросток начинает щупать. Где эта граница дозволенного? Вот, и если родители не держат границы, установленные правила, да, в семье, подросток начинает манипулировать. Ну, собственно, вопрос, у кого он этому научился? А кем все-таки должен быть родитель ребенку? Получается, вот вы еще сказали о том, что родитель должен сохранять, как это, статус значимого человека для ребенка. Незначимого взрослого, получается. Значимого взрослого. Спускается, вот выравнивается как-то отношение? Ну, если возьмем, ну, вот, лестницу, да, изначально, вот, ребенок, взрослый и родитель, да. Ребенок был ребенком, сейчас в подростковом возрасте он на ступенечку к взрослости приближается, дальше он становится взрослым для того, чтобы создать пару, парные отношения, и дальше стать родителем. Вот, то есть, собственно, дистанция сокращается, когда родитель чуть-чуть спускается с пьедестала и становится вот больше как наставником, то есть тем, кто направляет, тем, кто помогает, а не контролирует и указывает на что-то, да. Это больше такая роль, наверное, помощника. Не опекуна, а скорее вот учителя-наставника. Но не друга и приятеля. Я бы не рекомендовала родителям спускаться на дружескую ступеньку и стираются границы, когда, допустим, часто там можно услышать, я хочу быть со своей дочерью, вот, подружка. Поверьте, вот много ситуаций, когда приходят там девочки-подростки, говорят, я хочу маму, я не хочу подружку, у меня есть свои подружки, мы с ними вообще от других, я не хочу слышать вот от мамы каких-то ее историй там о личной жизни, да, потому что это та ответственность, ну, такая вот, которую ребенок не готов взять, вот, разбираться в каких-то вот проблемах родителей, потому что что делают вот партнеры, да, в отношениях, там, друзья или супруги, это обмен эмоциями, да, это достижения вместе, ну, то есть вот не нужно перекладывать вот свои какие-то, да, переживания на ребенка, все-таки сохранять немножечко, вот, повыше дистанцию. Друзей у них хватает. Какие-нибудь еще есть рекомендации, как эту иерархию выстраивать, если она не была выстроена ранее или, ну, какой-то дисбаланс произошел? Можно начинать вводить правила, если их не было, да, то есть, или если они были введены раньше, правила, то их можно менять, то есть, это должна быть такая гибкая конструкция, то есть, взросляет ребенок, становится подростком, расширяются вот эти вот границы взаимодействия. Для того, чтобы передать как-то ответственность, да, чуть больше отдавать ему самостоятельности, отпускать контроль, это сложно, да, родители скажут, вот, это очень легко, а вдруг он сейчас там вляпается или еще что-то. Переживания ясны и понятны, но самый лучший наш учитель — это наш собственный опыт. И везде не настелишь соломы, как бы не хотелось уберечь, как бы не хотелось оградить от сложности, трудностей, но только так мы растем и двигаемся по жизни. Получается, кризис, он происходит именно, когда такой иерархии нет? Он в любом случае происходит. Вопрос интенсивности. Если иерархия слишком жесткая, то есть, например, страны родителей — это гиперконтроль или гиперопека, ребенок будет сопротивляться сильнее, либо второй вариант — он сдастся, он поднимет лапки и скажет, «Я сдаюсь», и тогда не будет возможности сепарироваться, тогда он будет очень сильно привязан к родителю, и тогда во взрослой жизни все решения будут согласовываться с родителем. И вы знаете, это даже когда взрослые люди приходят на консультации, очень часто можно увидеть, что боятся потерять уже таких старых родителей, стареющих родителей, потому что не знают, как жить одному, без них самостоятельно, потому что вся опора туда, нет опоры на себя, вся опора на родителей. Это тоже важный момент. Поэтому отдавайте ответственность, самостоятельность. Да, страшно, страшно, но это лучше для детей. А что вы можете сказать про какой-то контроль и слежку со стороны родителей тайную? Программы с геолокацией, что там еще, какие гаджеты, всякие там чтения мессенджеров, кстати говоря, тайные. Всегда задавайте вопросы. Из благих побуждений ведь. Да, да, как говорится, благими намерениями услуга на дорогу в ад. Дети не дураки, это важно понимать. Они тоже прекрасно разбираются в гаджетах, знают, как это все устанавливается, и это их личные границы. А что, дневники раньше читали, когда не было гаджетов? Раньше читали дневники, ну, если мы там оглянемся на свое детство, да, было ли приятно нам, какие чувства мы испытывали, когда мама задавала тот вопрос на тему, о котором мы с ней не говорили. И когда мы понимали, что вот так, она вторглась в мои вещи, ну, это же был скандал и истерика. Родителям-то спокойнее было? Родителям спокойнее. Родители хотят свою тревогу снизить. Это тоже объяснимо, это нормально. То есть родители живые люди. Вот, но нарушение личных границ. Здесь, наверное, тебе опять-таки, ну, вот задайте себе вопрос, чего я сейчас боюсь? Что вызывает такой мой тревог? Зачем мне сейчас следить за моим ребенком? Почему я ему так не доверяю? То есть, и здесь дальше работать. Почему у нас нет доверия до сих пор, да? Почему мы не выстроили эти отношения? Что я могу для этого сделать? Все тайное становится рано или поздно всегда явным. И вот эта потеря доверия, которая, возможно, и так была такая очень зыбкая, она только усугубит ситуацию. У меня были реальные случаи, когда подростки обнаруживали эту слежку. И вы не представляете вот эту грусть и разочарование, что очень близкий человек мне не доверяет до такой степени. И я не знаю, как дальше вот общаться с папой или с мамой после этого, потому что я уже не могу больше ему доверять. Что вы советуете? Как вернуть это доверие? Если вы понимаете, да, что ребенок обнаружил, и понимаете причину, естественно, признать то, что... Извиниться. Да, прости, я нарушил границы. И по-честному объяснить, что происходит. Я волнуюсь, я переживаю. Объясните, за что. Объясните, из-за чего вы переживаете. Потому что мы же опираемся опять на свой опыт, на жизнь. Да, и мы сталкиваемся с разными вещами, там, какой-то несправедливости, да, где-то в этом мире жестокости даже порой. И объяснить, что я делаю это из любви. То есть я это сделала из-за того, что я так проявляю к тебе любовь. Мне страшно, что я тебя потеряю. Мне страшно, что с тобой что-то случится. И опять-таки честность. Говори честно. И тогда ребенок понимает, вы живой человек. Вам тоже страшно. И тогда можно вместе подумать, как выстроить так. То есть, возможно, это договоренности какие-то, да. Когда ты приходишь со школы, ты звонишь. Или, там, доберись до друзей, сообщи, там, напиши в мессенджере. То есть это опять про договоренность. Очень важно, чтобы родители ребенок умели договариваться, заключать договоры, которые устроят обе стороны. Как ребенку указать на его ошибки, чтобы не стать врагом номер один. Это такой ежик, который... Он и так ему тяжело, его психика в стадии становления, да. Кажется, что гадкий утенок. А тут ему еще и родители указывают. Но все равно же, опять же, из благих намерений. Хочется же, чтобы ребенок рос над собой, чтобы лучше все было. Лучше для кого? Чтобы было, да, хоть? Чтобы ребенок был счастлив. Да, вот. Вы желаете ребенку счастья в первую очередь. Это тоже важно. А здесь очень важно посмотреть на ситуацию глазами ребенка. А что значит для него счастье. И тогда, возможно, то, что вам кажется ошибкой, вы пересмотрите просто на это. Потому что там, где вы видите какую-то вот ошибку, что он допустил ошибку, для него это вообще все окей. Ну, то есть, например, вот пример, допустим, с тем же самым образованием, да. Вам кажется, что ваш ребенок, бросая музыкальную школу или студию какую-то там, я не знаю, спортивную секцию, совершает громаднейшую ошибку в своей жизни. Родитель помнит, как он учился, там, пять лет, или каких достижений он достиг в спорте. Он знает, как это трудно и как тяжело. И вот он очень хочет, чтобы его ребенок вот как галочку себе поставил. А для ребенка его глазами, что у меня был крутой опыт. Я умею теперь играть на музыкальных инструментах. И сейчас у меня появился новый интерес в жизни. Ну, мне не обязательно. Вот здесь заканчивать, я вот возьму новое, освою что-то в жизни. Вот, то есть, посмотрите, в первую очередь, считает ли ошибкой ребенок то, что вы считаете его ошибкой. И если вы действительно там видите, что он где-то ошибается, ну, правда, дети совершают ошибки какие-то, не читать нотаций в первую очередь, потому что, во-первых, это скучно, это блокирует сразу восприятие, вот, когда, как-то вот, даже дети маленькие не любят норовоучения, когда их учат. И взрослые не любят норовоучения, когда их учат. Вызовет протест и агрессию. То есть, без нотаций, вот, ну, как-то по-теплому, по, ну, вот здесь, наверное, как-то по-дружески, да, больше по-свойски, не с позиции сверху, а с позиции давай обсудим, как, что произошло, как это можно исправить, не обвинять за ошибки. Вот это из разряда, вот, как раз то, что вызывает огромнейшее чувство вины, посмотри, что ты натворил. Это дикий ужас в глазах ребенка, господи, да что же я натворил-то, я вроде ничего такого страшного не сделал, да. Не катастрофизировать ситуацию. То есть, то, что можно исправить, нужно исправить. То, что не исправить нельзя, очень жаль. Побыть с ним рядом, прожить эти чувства. Ну, и вот, как я уже говорила, не повышать тоже тон. То есть, все, что сверху, воспринимается сразу с агрессией. То есть, на равных. Тон должен быть ровный, если вы хотите быть услышанным. Даже, вот, знаете же, в презентациях каких-то, да, на большое количество людей. Ты вещаешь, хочешь донести информацию, чтобы тебя услышали иногда, либо сделать паузу, либо снизить тон. Нужно. Как быть, с критикой? Или это все справедливо и для нее тоже? Критика очень остро воспринимается. Не критиковать. Потому что, когда вы критикуете, вы даете какую-то оценку. И, как правило, часто, ну, многие грешат оценкой личности. Ты что, дурак? Ты что натворил? Ну, то есть, критиковать, ну, если критиковать, ну, критика — это все равно оценочное суждение. То есть, указывать на поступок. Что в нем получилось, что произошло хорошо, а что нет. То есть, и опять-таки, когда мы что-то подвергаем критике или сомнению, мы должны предложить вариант решения. То есть, вот, объяснить свою точку зрения, взгляд свой, да. Почему вы вот считаете что-то сделанное там неправильным или недостаточно хорошо сделанным. Объяснить свою позицию, услышать позицию подростка. Отвергай — предлагай. Когда ты отвергаешь что-то, его предложи что-то другое. А контролировать, в принципе, вообще нужно все-таки хотя бы из соображений безопасности, ну, чтобы там какие-то субкультуры подросток. Не попал, там, от вредных привычек как-то обезопасить. Опять-таки... Отследить нельзя, но окакывать. Отследить нельзя, все на собственном опыте. Когда, например, в группах мы поднимаем тему, а мы ее поднимаем так или иначе неизбежно, это те же самые вредные привычки. Вот поверьте, Галина, у подростков нынешних до такой степени много информации в соцсетях, в интернете и так далее. Какие последствия у этих вредных привычек. То есть они это знают, они изучают. Они знают, что происходит с мозгом у курящего человека, у человека, употребляющего алкоголь. Они знают все эти изменения. И у нынешних подростков ценности, возможно, поменялись теми ценностями, которые были когда-то у нас. Для них очень важна светлая голова. Потому что они понимают, что сейчас скорость движения в мире изменилась. Сейчас надо быстро соображать. Для этого нужны светлые мозги, скорость реакции. Сейчас очень все быстро меняется. Ну ладно, это про вредные привычки понятно. А вот всякие там группы в соцсетях, где пишут взрослые люди с умыслом что-то вот, внушают детям. Нужно давать максимально информацию ребенку о том, что происходит сейчас в мире, не утаивать от него. Ну то есть, чтобы он знал, что это есть в соцсетях, что есть люди, которые влиянием каким-то разными способами, да, вовлекают подростков в определенные вещи, и какие от этого бывают последствия. То есть не скрывать, не запугивать ребенка, вот смотри, вот это вот с тобой там может случиться. Нет, объяснять. Чем больше у подростка информации, тем больше он выводов на тему это сделает, ему это подходит или не подходит. Ну то есть в любом случае это не пройдет мимо вас. Вы все равно заметите какие-то изменения, если вы наблюдаете за своим ребенком. Ну вот, заметили эти изменения, и надо что делать дальше? Подключать специалистов. Если вы не справляетесь сами, если он не идет с вами на контакт, если он не готов вам рассказать, что сейчас происходит, подключать специалистов. То есть не с ребенком работать, а через... Значит, через специалистов, да. А как отпуская, в принципе, понять, что у ребенка проблема? Вот вы сказали уже следить, ну как не следить, а вот наблюдать за ребенком, и наблюдать вот такие вот изменения. Что происходит? На что надо обратить внимание родителям? Перемены сильные в поведении, вот знаете, вплоть до того, что вы вот прям нутром чувствуете, что с ним что-то происходит. У подростков, у многих депрессии развиваются. Ну то есть ребенок просто не может встать с кровати. Физически не может. То есть это упадок сил. Ну все, сильнейшая апатия. То есть вы это явно увидите, да. И с этим явно надо обращаться к специалистам. Иногда к неврологам, иногда к детским психиатрам. То есть это такие моменты очень важные. Их важно не пропустить. Либо, например, вы замечаете, ну то есть все, что имеет сверх какое-то изменение, да, гиперактивность, сверхвозбужденность. Что с ним сейчас вообще происходит? Больше разговаривать об этом. Что с тобой сейчас происходит? Откуда ты в таком приподнятом настроении, да? Потому что тоже психоактивных веществ куча и так далее. То есть все, что имеет вот чрезмерные скачки, изменение поведения подростка. Допустимо ли наказание за плохое поведение? Ну, начнем с того, что вообще, что такое, да, наказание? Это граница дозволенного. Ну, то есть это важный момент формирования границ. Наказание следует за нарушение этих границ дозволенного. И допустимо. Ну, опять-таки, да, договоренности. Какие у нас были договоренности? Установлены ли у нас в семье правилами вот эти границы? Что у нас можно делать, а что нельзя? Если есть договоренности, правила нарушаются, за этим следуют последствия. То есть санкции тоже надо обговаривать? Конечно, конечно, в обязательном порядке. То есть санкции обязательно проговариваются. Это дает возможность, ну, то есть подростку получить опыт, принять ответственность и последствия, да, за поступки. То есть он будет четко понимать, что за нарушение правил следуют, ну, санкции. Именно вот слово наказание, оно такое так ассоциируется, поставить на горох, закрыть в темной ванной или там не выпустить из дома. Что все это какие-то санкции. Санкции будут. То есть это научно нести ответственность в определенные моменты. Естественно, физическое и психическое насилие тут недопустимо, да, в виде там санкций каких-то и наказаний, то есть моральное давление какое-то. Не нужно лишать того, что сверхценно для подростка. Те же самые гаджеты — это мир, в котором они живут. Это их способ коммуникации с миром, это их способ получения информации. Это сверхценность. То есть родитель тоже должен соизмерять степень, ну, скажем так, проступка, да, со степенью наказания, соизмеримы ли они. Наверное, как-то так. А какие допустимы санкции для подростков? Какие санкции допустимы? Я думаю, что это скорее снижение, да. Из дефицита же, вот, потребности формируются из дефицита. То есть если я тебя накажу тем, что я тебе не дам карманных денег, ну, то есть, ну, как бы совсем не дать вы не сможете карманных денег, вы его без еды как минимум точно не оставите безобедным, да, в школе. То есть снизить расходы какие-то возможно, допустимо. Ну, здесь тоже важно не перейти вот в это, в шантаж и в такую манипуляцию. То есть все зависит от того, какие договоренности. Или по времени, там, прогулок. Да, мы с тобой договаривались, что вот что-то ты должен сделать, да. Ты не сделал, ну, ну, все, извини. Сорян, но мы договаривались. Сегодня нет, сегодня не пойдешь гулять. Анастасия, ну, в завершении нашей программы давайте, может быть, подытожим все сказанное и кратенько рекомендации родителям дадим, как все-таки найти подход к своим возрослевшим детям. Я думаю, что в первую очередь, наверное, помнить о том, что вы их очень любите. И это навсегда. И они вас любят. И это тоже неизменно. И помнить о том, что этот период, он обязательно закончится. И какие бы ни были сейчас отношения, да, как бы сложно ни было сейчас, все пойдет на спад. Кризис пойдет на спад, и отношения нормализуются. Сохранять человеческое лицо в отношениях со своим ребенком, верить в него. Это дает очень мощный старт к росту и вообще открывает дорогу в жизнь. Продолжать в него верить. И продолжать держать свои руки для него открытыми, и чтобы он знал и чувствовал, что вы рядом, когда вы ему нужны. И тогда он обязательно к вам придет. Спасибо большое, Анастасия. На этом наш выпуск подошел к концу. На мои вопросы отвечал детский психолог Анастасия Соболева. Это была программа «Разговор по душам». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин